Должна ли женщина заниматься детьми и бытом и не тратить время на работу? Значит, хороший вопрос. Вы знаете, да, с чего я начну ответ? Безусловно, во-первых, я вам хочу сказать не только то, что женщина никому ничего не должна, как и мужчина. Вообще, я вам хочу сказать, что у нас с вами заложено в нас такое мышление, в котором мы ищем все время ответ, да или нет? Должна или не должна? Знаете, откуда это? Это пошло все со школы. В школе нужно было всегда найти правильный ответ. И когда вы находили какой-то ответ, вам учитель говорил, да или нет, правильно или неправильно. 25 – это правильно 5 на 5, а 26 – это неправильно. Нет, неправильно, садись 2. Так, я сейчас остановлюсь уже, тут как раз будет хороший свет. И мы с вами думаем почему-то по сей день, что в жизни тоже есть на все правильные ответы. То есть обязательно есть ответ, вот так надо, а так не надо. Но на самом деле вот такие шаблоны, шаблонные ответы нужны только в том случае и для тех людей, которые являются неосознанными. Объясню, что такое осознанность. Осознанность – это умение думать, размышлять и выбирать для себя, для себя, не для всех, а для себя ту позицию, которая имеет отношение именно к тебе. Ведь люди – это не роботы. Каждый из нас имеет собственную картину мира. Я в предыдущих эфирах рассказывала о том, что это такое. То есть у нас есть собственное понимание того, что для меня хорошо, а что для меня плохо. Важно понимать свои собственные ценности изначально. Например, для некоторых людей, для некоторых женщин есть такая профессия, как быть мамой. Женщина, получающая истинное удовольствие от воспитания своего ребёнка. Ей нравится всё. Вот любой процесс. Она получает от этого кайф. Как правило, такие женщины потом или были, или будут. Прекрасные педагоги, прекрасные воспитатели, прекрасные люди, имеющие уникальный коннект с детьми. И поверьте, те, у кого есть дети, прекрасно знают, что со своими-то не всегда легко, не говоря уже о чужих детях, о том, чтобы с ними коннектить. И тем не менее, есть люди, которые их обожают, детей, не только своих, но и чужих. Поэтому, если женщина занимается домом, прекрасная хозяйка, воспитывает детей, получает от этого колоссальнейшее удовольствие, то это её призвание, и скорее всего, когда её дети вырастут, она может в этом обрести и профессию. А очень часто обретают параллельно, когда вдруг женщина начинает школы открывать и так далее, и так далее, и так далее. Что такое тратить время на работу? Я считаю, что изначально этого неправильная формулировка. Когда мы с вами воспринимаем работу как нечто вынужденное для того, чтобы не сдохнуть, нам нужно что-то делать и получать деньги, это опять-таки очень неправильная оценка. Потому что в жизни можно заработать деньги огромным количеством способов. Но существуют две большие разницы. Если вы занимаетесь работой ради денег, и она вам не нравится, вы всегда выгораете. Вы внутренне всегда выгораете. У вас плохое настроение, работа у вас ассоциируется всегда с чем-то, от чего хочется поскорее избавиться. Поскорее вас это вообще не штормит. Но есть такое дело, от которого вы получаете кайф. Например, с теми же детьми. Есть люди, которых хлебом не корми. Они, знаете, нянечки прекрасные, воспитатели прекрасные, учителя. Им очень нравится это. Мы только что общались с моей подружкой. И она мне говорит, а кто делает… Мы рассказывали друг другу про то, чем мы сейчас занимаемся. И она мне задает вопрос, а кто эти видео записывает, а кто эти уроки ведет, а кто в чате отвечает. Я ей рассказывала про марафон. И она говорит, Оля, это же такое количество контента. Я говорю, да, огромное. Она говорит, а как ты это делаешь? Говорит, я бы просто, меня бы разорвало. Говорит, вот я говорю, ты знаешь, я кайфую от этого. Она говорит, а я кайфую, когда я другим людям рассказываю, что им нужно делать для меня. Они все это делают, а я это все собираю, значит, и дальше там кому-то презентую и продаю. Понимаете, у каждого из нас есть свои не только сильные навыки, но и любимые навыки. Для меня хлебом не корми, дай мне включить эфир, для кого-то это пытка. Поэтому здесь вопрос заработка денег, очень важно, чтобы вы от этого кайфовали. А теперь совмещаем этот вопрос. Есть дети, а есть время на работу. Если я понимаю, что я кайфую от своей любимой работы, то, конечно же, я буду искать возможности, как я могу это соединить. Вот я, например, у меня много лет была няня, много лет, 8 лет у меня была няня, одна, которая с одной моей дочерью мне помогала долго, и потом со второй дочерью. Когда мои дети подросли, я занималась больше работой. Почему? Потому что моей дочке, их нужно было с ними гулять, играть в кубики, в игрушки, быть на детской площадке. Я не любила ничего из этого. Это не значит, что я не люблю детей, но для меня гулять на детской площадке, это просто сродни самоубийству. Я через 15 минут, уже мне холодно, голодно, я сама веду себя как ребенок. Для меня это не доставляет никакого удовольствия, это мучения и страдания. А моей няне очень нравилось и моим детям. Поэтому для этого я зарабатывала деньги, платила няне часть этих денег, чтобы она делала с моими детьми то, что им по кайфу. А я занималась своей любимой работой, которая позволяла мне содержать и няню, и себя, и так далее, и так далее. Сейчас, на данный момент, например, я организовала жизнь своих детей очень интересно, так, чтобы у них было больше времени, много времени на любимые занятия, которыми они занимались профессионально в моей жизни у детей, это садик, ой, садик, господи, школа и спорт. Очень много спорта. Они влюблены в свое дело. Моя задача как маму была помочь им найти, в чем развиваться. И по сути, лучшее, что вы можете сделать для своих детей, это посмотреть и помочь им найти, в чем они будут работать так же, как и вы. Ведь мы должны с детства понимать, что работа – это не наказание, а это классное времяпрепровождение для того, чтобы развить себя. Поэтому детей нужно с 3-4 лет помогать им в течение года, а иногда меньше, попробовать, как и взрослому, разные профессии, а в их случаях разные кружки, для того, чтобы они нашли, в чем они хотят расти и развиваться, и увлечь их плавно этим. Поверьте, это отдаст вам большое количество свободного времени. Плюс, конечно же, когда вы поймете, что работа заключается в том, чтобы теперь их на эти кружки возить, отвозить, для этого может уже выйти на помощь кто-то. Ваша бабушка, ну, мама я имею в виду, или вы можете нанять няню, при условии, что вы нашли свое любимое дело. Здесь не может быть никаких компромиссов. Мы не можем выбирать между тем, чтобы любить своих детей и развивать своих детей, и развивать себя. Жизнь взрослого в этом и уникальна, и в том, что мы должны успевать. А когда мы должны успевать, это наш стимул жить, это наш стимул не прокрастинировать, это наш стимул быть эффективными, иметь дисциплину, быть классными современными людьми. Ведь если вы заняты только собой, то вы увидите, что вы огромное количество времени тратите на листание ленты, обсуждение черти знает чего, и просто на прокрастинацию. Вот такой вот мой ответ. Поэтому здесь нужно не говорить, должна или нет, а здесь нужно найти, поразмышлять, вариант для себя. Просто учитесь думать. Это самое ценное. Так, здрасте, 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 прекрасно выглядите, спасибо. Как максимально быстро дойти до первых результатов? Во-первых, мне непонятно... Ой, господи, сейчас... О, мамочки. Так, почему я не могу слеснуть? Все. Во-первых, вот это, знаете, история про быстро, это плохая история. Я вам скажу так, что нужно акцентироваться не на быстро, а на регулярно. Это, в принципе, одно и то же, но результаты будут разные. Когда мы говорим о том, что, например, я хочу быстро похудеть, мы нервничаем, потому что мы хотим быстро похудеть. У нас всё, и нас всё время, мы каждые полчаса можем становиться на весы, и мы будем там злиться. Или я говорю, я хочу быстро изменить свою жизнь. Из чего состоит наша жизнь? Наша жизнь – это набор привычек, тех привычек, которые у нас есть. И для того, чтобы похудеть быстро, нужно создать себе правильный рацион питания, правильный, с нужным количеством калорий, и правильный рацион движения, правильный рацион, который будет позволять нам сжигать большее количество калорий, то есть больше ходить, больше двигаться, заниматься спортом. Для того, чтобы это произошло, нам необходимо сказать, итак, теперь я в течение месяца питаюсь по такому-то графику, вот делаю себе рацион или заказываю. Сегодня ещё проще можно заказать, он каждый день будет просто привозить еду. Я это, кстати, обожаю, потому что в этом случае мне не нужно вообще думать, съела я что-то лишнее или нет, мне просто привезли, и я знаю, что я могу съесть только это и больше ничего. И второй момент – каждый день я добавляю себе тренировки, движения, смотрю, сколько километров я должна пройти, я добавляю себе привычки. И в этом случае я акцентируюсь не на том, что быстро ли я похудею, а я акцентируюсь на том, что в течение, например, 30 дней я должна вот так питаться, и столько двигаться, и столько тренировок делать. И вот это как раз и приведёт вас к результату. Это правильное измерение, точно так же и в жизни. Если я хочу чего-то достичь, я должна создать план и ввести, контролировать, не сверять быстро или не быстро, а контролировать, чтобы каждый день я делал то, что я написал себе в плане. Понимаете, о чём идёт речь? Учитесь правильно мыслить и правильно ставить себе задачи. В этом случае вы будете получать классные результаты, и они будут крутыми, и вы будете себе этими привычками менять в принципе траекторию своей жизни. Потому что когда мы привыкаем к какой-то новой привычке, она становится частью нас, и мы обратно не откатываемся. Поверьте, если вы уже привыкнете в течение месяца там много заниматься спортом, у вас уже не произойдёт такой откат, когда вы скажете, всё, больше вообще не буду. Нет, вы втянетесь, и наоборот, вы будете видеть результаты, вам будет хотеться ещё больше, больше, лучше и лучше и так далее. Вот приблизительно такой мой ответ. Боже, что-то так неудобненько. Сейчас. Так, кручу. А кто вы, профессия ваша? Вы знаете, ещё один не очень классный вопрос. Профессия. Вот вы сейчас задали, это очень забавно. Потому что что вы считаете профессией? Диплом? Курсы? Или то, что человек реально умеет круто делать? Вот это мышление старого образца. Кто вы по профессии? Можно сказать, что если вы закончили юридический факультет и ни дня не были юристом, то вы юрист. Вы являетесь тем, в чём вы практикуетесь каждый день. Запомните это. Ваша профессия, ваша корочка, что бы у вас где ни было написано, сегодня не имеет абсолютно никакого смысла. В данный момент я автор метода рерайтер жизни. Вот так вам. Если муж абьюзер. Я не могу вам по этому поводу точно что-то сказать, потому что не до конца понимаю, что вы в это вкладываете. Он вас бьёт. Варианта два. Первое, однозначно, точно уходить. Сто процентов. Если это вопрос серьёзный, то сегодня, я знаю, уже существует большое количество сообществ, которые в этом помогают. Вот в этом вопросе я вас не могу консультировать, потому что это очень глобальная тема. И есть женщины, которые эти вопросы досконально изучают и могут вам в этом профессионально помочь. Точно могу вам сказать, что есть такие сообщества, и нужно просить о помощи. Если это речь идёт о вашей жертвенной позиции по жизни, что такое жертвенная позиция? Это когда мы сами выбираем для себя роль, когда бы нас обижали и унижали, и только при этом чувствуем себя комфортно. То есть нам необходимо, мы вызываем всяческим образом, чтобы нас унижали, чтобы об нас вытирали ноги, потому что с этим связана, безусловно, история из детства. Это всегда. То есть это уже момент такой психотерапии. Я, наверное, могла бы в этом вас сейчас поконсультировать, но я всё-таки не берусь именно в этом профиле конкретном сильно выступать, потому что он достаточно, ну, такой сейчас конфликтный. Я вам точно могу сказать, что надо 100% погуглить эту тему и обратиться в те центры, где вас могут проконсультировать профессиональные психологи в данном вопросе, потому что я не знаю, в какой вы сейчас находитесь ситуации, может быть, он у вас реально очень-очень и очень. Нужно бежать и менять свою жизнь, вот 100%. Знаю, что психотерапевтов очень много по этой теме специализируются, даже бесплатно, поэтому точно вам скажу, что этот вопрос нужно решать, и решать его прямо сейчас, вот прямо сейчас. Спасибо, Свете. В любой сфере можно достичь успеха. Можно достичь успеха, я думаю, в любой сфере, при условии, что она ваша. Вот знаете, очень важно в жизни найти свои сильные стороны и свои сильные навыки. Ну, понимаете, вот можно сказать, например, может ли толстая очень женщина стать балериной? Теоретически может, ну, может, но практически зачем? У каждого из нас есть какой-то набор своих суперталантов. И глупо, когда мы на эти таланты забиваем, потому что вдруг мы решили, что вот мы хотим быть там сумо заняться, да, вот поспорили с кем-то. Можно достичь успеха в любой сфере, но можно достичь суперуспеха в той сфере, в которой, для которой вы родились. В той, в которой вот у вас просто прет. И это, как правило, достаточно видно. Если вы не видите этого сами, это видно со стороны. Я, например, практически всегда, когда с человеком общаюсь, какое-то время могу сказать, в чем его талант, и в чем ему точно можно себя пробовать. Вот есть люди, у них такая, знаете, интересная штука, они могут проявляться в разных каких-то ипостасях. Есть люди, которые в чем-то одном очень хорошо видны. Но я могу сказать, что если вы найдете свою тему, а для того, чтобы ее найти, к себе нужно прислушаться, нужно себя немножечко разобрать, нужно прийти на рерайтер жизни, начать себя трогать, изучать. Дело в том, что мы, всегда наша основная проблема в том, что нас никто не учил прислушиваться к себе. Нас учили слушать старших, еще кого-то, учителей, а себя не учили. И именно за счет того, что мы себя не привыкли слушать, именно за счет того, что мы не знаем, что такое наша интуиция, внутренний голос, наши ощущения, наши сильные стороны, нам все время говорили, получать профессию нужно там, где престижно, или там, где у папы есть отношения какие-то. Вот строить отношения с этим мальчиком выгодно, а с этим невыгодно. Этого ты любишь, но ты его не можешь любить. Тебе надо любить вот этого. Он хороший наш друг там, да, ну, или с ним ты будешь хорошая партия. Вот раньше тоже это было очень популярно. И так далее, и так далее. И мы настолько себя, надели на себя огромное количество целлофанов, что для многих действительно является огромной проблемой понять свои собственные желания. Я чего хочу? Я какой? Я как чувствую? Для меня что важно? Вот это себя пощупать, потрогать, что для меня нормально. У нас как? Женщина должна работать или не должна? Как должна одевать, если я помню такие эти штуки. Простите, я чуть-чуть разделась, а то мне уже стало жарко. Как должна одеваться женщина, если ей за 30 лет? Какой длины у нее должна быть юбка? Ей уже колено нельзя выставлять. А топ короткий ей можно носить, если ей уже к 40 приближается. Кто эти нормативы и правила придумал? Не существует общих нормативов и правил. Не должно их быть. Их придумали для людей неосознанных, для тех, которым, как я говорила в начале эфира, как в школе, нужны на все ответы, потому что самим подумать лень, и поэтому нужен решебник. Вот для таких людей придумали как раз истории о том, как должно быть. Вы туда заглянули и знаете, ага, мне уже 30, значит, мне так одеваться нельзя. Ага, мне уже столько-то, значит, мне этого делать нельзя. Нет, вы сами можете себе разрешить делать как угодно. Разрешите себе выглядеть красиво в 40, в 50, и вы будете красивой. Посмотрите, какие сейчас восхитительные женщины, даже женщинами назвать их не могу, девушки в 40, в 50 лет. Я смотрю Инстаграм, просто у меня, блин, челюсти отваливаются от того, как сегодня выглядят наши девушки. Посмотрите на девушек с детьми взрослыми. Сегодня очень часто я вижу картину, когда ребенок больше мамы в два раза. Вот, это да, там, возрастное, гормональное, еще какое-то, но сам факт. Сейчас девушки за 40 лет прекрасны, ушли эти рубежи, что чего-то нельзя, или отношения строить. Он старше, она старше. Что за глупости? Откуда это? Два человека им хорошо вместе. Какая разница, сколько вам лет? Какая разница, какую профессию вы будете приобретать? В каком возрасте? Кто сказал вам, что вам поздно ее приобретать? Откуда вы это все берете? Зачем вы берете эти все бабушкины какие-то старые, шаблонные, абсолютно стереотипные вещи, и накладываете их на себя? Ведь мы сегодня с вами живем совершенно в другом мире. Он уже перевернулся тысячу раз. Мы уже с вами разговариваем с коробочками. Мы уже с вами имеем фантастические возможности творить. Мы можем работать, не выходя из дома. Мы общаемся со всем миром, и даже денег за это практически не платим. Но при этом мы должны знать, во сколько лет нам надо выйти замуж, во сколько это прилично, во сколько неприлично. Как вести себя на публике, держаться за руку или не держаться за руку. Можно ли танцевать в 40, или тебе уже поздно, и так далее, и так далее, и так далее. Кто это всё придумал? Хотите быть счастливыми людьми? Учитесь думать и выбирать для себя. Извините, плевать на мнение окружающих. Моё мнение, вот если, например, вы бы меня спросили, я вам сказала бы, сделайте так, как вам будет хорошо. Это единственно правильное решение. Моя мама долго там, значит, стеснялась, тоже и скрывала, что там у неё там жених появился. Господи, да мне-то какая разница? Я хочу, чтобы моей маме было хорошо. Что я должна о своей маме думать? Что я должна там, значит, она… Что она мне должна-то? Спасибо, что дала мне жизнь, и всё, и до свидос. Поэтому вы должны для себя очень чётко осознать, что единственная возможность быть счастливым человеком – это прислушаться к себе и понять, что ценно и важно для вас, что откликается у вас, как побороть страх, что тупая, хотя много чего добилась. Алёна, вам честно ответить? Вот знаете, когда задают вопрос, вот этот страх, что тупая, мне кажется, что тупая, ну, что вы реально тупая, потому что как взрослый человек может назвать себя тупым, это для меня большой вопрос. Откуда такое обесценивание? В какой среде людей вы находитесь, которые настолько вас… ну, о вас, как бы, о себе такое мнение заставляют думать? Например, люди, которые меня окружают, каждый день говорят мне, как они меня любят, какая я уникальная, какая я прекрасная. Каждый день я слышу эти слова. Если вы находитесь в другом окружении, а скорее всего так оно и есть, потому что вот эта тупость, это обычно сформулированное, вот с чего бы мне думать, что я тупая, если меня наоборот любят. Это скорее сформулировано тем окружением, в котором вы находитесь сегодня. Подумайте о том, почему вы находитесь в этом окружении, что с вами происходит. Я сейчас не могу вам ответить на этот вопрос и сказать вам, что вы не тупая или вы тупая, вы находитесь в каком-то своём болоте. Я вам рекомендую прийти в рерайтер жизни и как барон Мюнхгаузен себя вытащить, потому что для меня вот такие формулировки являются просто аутными. Я даже не знаю, что на них ответить, потому что, ну, это какой-то, вы где-то на дне находитесь, если вы так о себе думаете. И человек, который много чего добился, как вы говорите, по вашему, безусловно, субъективному мнению, и который себя обесценивает, ну, вы находитесь в какой-то эмоциональной жопе. Вот, я вам рекомендую начать с рерайтера. Мы мало что можем сделать, если Господь не захочет. Немая сцена. Мы ничего не можем сделать, умрите тогда. Сидите, живите, что вам Господь даст. Люди, вы же взрослые, откуда у вас такое? Что сегодня с моей аудиторией произошло? Посмотрите мой эфир о позиции жертвы. Конечно, Господь, это, конечно, не поспоришь. Вот. Но мне вас жалко, честно говоря. Мне жалко вас, что... Я даже не буду это комментировать. Сори. О чем говорит постоянный стоматит? Возьмите, загуглите, пожалуйста, Луиза Хэй. У нее есть таблица со здоровьем. Вот. И там есть проблема, и о чем это говорит. Вот посмотрите, о чем это говорит. Я просто не сталкивалась со стоматитом. Не могу вам сейчас дать по этому поводу ответ. Но я думаю, что это также говорит еще и о том, что нужно пойти к стоматологу и с этим вопросом серьезно поработать. А вот в голове точно нужно поработать. Посмотрите просто в таблице. Я не могу вас в этом консультировать, потому что не могу. Получаю образование психолога. Очень хочу стать отличным специалистом. Но есть же конкуренция сейчас классных специалистов. Ваш совет, можно? У меня нет образования психолога, и я не планирую его получать. Вы знаете, ну это же, вот вы сейчас говорите, что вы получаете образование психолог, и при этом у вас проблема с самооценкой. Мне иногда страшно становится от того, что люди идут в психологи, которым самим нужно бы какие-то свои вопросы решать. У вас там обязательно есть условия, я знаю, у психологов пройти сессии. Вот понимаете, вам нужно понять, что у вас заниженная самооценка и неуверенность. По сути, это ключевые проблемы обычных людей. У людей большинство проблем в жизни именно из-за того, что они не видят своей собственной ценности. Они видят своей собственной ценности, потому что обычно живут под чужим шаблоном, постоянно пытаются удовлетворить других людей. Когда вы пытаетесь постоянно удовлетворить запросы других людей, быть для них хорошей, понравиться им, значит быть правильной, вы при этом думаете о них, а не о себе. А жизнь и развитие – это тогда, когда я становлюсь в точку, кто я, чего я хочу, в чём моя ценность и так далее. Когда я, например, стала в очередной раз в эту точку для себя, потому что мы всё время делаем какую-то переоценку, я осознала, что я очень мощный, сильный, а, энергетический человек, б, я реально помогаю людям перезапуститься и встать, перевести свои рельсы, встать на новые рельсы, я понимаю свою большую ценность. Также я поняла, что есть вопросы, в которых мне настоятельно нужно не один раз научиться, а прокачиваться каждый день, потому что вопрос психологии и вопрос вообще вот этой вот истории про развитие личности – это не вопрос того, что мы однажды научились, значит, по 10 правил выучили и по ним живём. Нет. Это история про постоянное развитие, это то, что никогда не заканчивается, то, чему я учусь каждый день и учусь не по книжкам, учусь через анализ, через жизнь, через мысли, через осознание, через разные вещи внутренние. И я понимаю, например, что я взяла на себя такое обязательство жизненное – стать проводником для других людей, помочь людям в своей жизни перейти из точку А в точку Б, из состояния спящего человека перейти в состояние пробуждённого человека. По сути, это история про психологию, безусловно, связанную, потому что люди приходят к психотерапевту для того, чтобы он помог им решить какую-то проблему, не решил за них, а помог им решить. И вот я думаю, что вам нужно поработать непосредственно с этим, понять, в состоянии ли вы это делать, а в этом ли ваша заключается жизнь, ценность и так далее. И когда вы это поймёте, если вы поймёте, что это «да», или когда вы поймёте, что это «да», тогда у вас эти вопросы уйдут про конкуренцию. На сегодняшний день в мире невероятное, не знаю, какое количество у нас миллиардов, и ценность каждого из нас есть. Я, например, точно знаю, что я нахожусь на своём месте, и я в этом абсолютно спокойна. Мне для этого не понадобились ни курсы, ни что-либо другое. Мне для этого понадобилась моя жизнь, моё желание и моя ежедневная работа над собой и над тем делом, которым я занимаюсь. Вот и вам необходимо понять, для вас это что? Если для вас это просто курсы, то, скорее всего, вы с этой проблемой ещё будете работать. Вам ещё нужно будет самой с психотерапевтом и на эту темку поработать и понять, это ваше или нет. А вот если вы поймёте, что вы через эту ценность свою жизненную развиваетесь, раскрываетесь, и это действительно имеет нечто близкое к вашему предназначению, то вы поймёте, что вы самобытный, прекрасный, и у вас не может быть конкуренции, потому что вы – это вы. Так как помогаете вы, не поможет никто другой. Вот я это в профессии вижу приблизительно так. А типа история про то, что напишите в Инстаграме пост, поставьте его на продвижение и повторяйте себе «я хороший психотерапевт», я вам такого говорить не буду, потому что это, ну, я так не думаю. Как найти свою вторую половинку? А вы всегда свою вторую половинку и находите. Любой партнёр, который у вас есть сегодня, с которым вы строите отношения, это ваша сегодняшняя, сегодняшняя, вторая половинка. И если она дерьмовая, то значит и вторая половинка, которой являетесь вы, вы же себя так не видите, тоже не очень-то хорошая. Для того, чтобы половинка менялась, нам необходимо самим меняться. И в зависимости от того, как вы будете меняться, вы будете видеть отражение вот этой половинки, которая рядом с вами находится. Потому что либо вы будете, например, к себе кого-то не подпускать, либо вы разорвёте существующие отношения, потому что вы меняетесь, либо ваши партнёры будут меняться в зависимости от того, как меняетесь вы. Понимаете? То есть не бывает так, что рядом с нами находится не наша половинка. Просто мы каждый день меняемся. Я уже не та, которая была вчера, и точно завтра я буду другой. И вот эта вот половинка является этим отражением. Когда человек говорит, как мне жить с этим партнёром? Я поменялся, пытаюсь поменять его. Нет, вы поменялись, а он не поменялся, он больше не ваша половинка. Вы яблочко-кусочек, а он грушки. Значит, вам нужно менять партнёра. Как реально менять партнёра? Да! А можно как-нибудь из него сделать грушку? Ну, если он из себя сделает грушку, можно, а вы из него грушку не сделаете. Вот такая жизнь. Поэтому большинство пар и несчастны. Потому что один яблочко, один грушка. Один меняется, а второй нет. Так, что вы думаете о силе мысли? Ну, я не просто думаю о силе мысли, я этим занимаюсь и это преподаю. Ваши и наши мысли каждого из нас являются мощнейшей силой, которая создаёт нашу реальность. Это абсолютная правда. Всё, что вы о себе думаете, всё проецируется и проектируется в вашей жизни. Ваша реальность – это отражение ваших мыслей, да. Именно поэтому я и занимаюсь этим профессионально и объясняю вам, какое количество странных мыслей в вашей голове, раз ваша реальность выглядит так, как она выглядит в любой теме. Так, здравствуйте. Вот у вас разные эфиры и каждый раз разные слова. Как вы умудряетесь быть такой классной и очень умной? Ой, господи, спасибо большое. Вы знаете, конечно, отвечать на вопрос, как я умудряюсь быть такой классной, хотя я с вами согласна, я не буду. Мне часто задают этот вопрос, как я могу так много часто снимать эфиров, видео, тренингов и как бы ещё часто и не очень повторяться. Я вам скажу, когда вы находите своё дело, вот в котором вы органичны, вы проявляетесь в нём очень многогранно, и вы неисчерпаемы. Это вот как, знаете, как колодец. Вот вы из него черпаете, а в него воды не убывает. Вот это очень важно. Если вы в тазик нальёте воду и скажете себе, что это колодец, то там вода закончится. Когда ты живёшь то, чем ты занимаешься, ты чем больше отдаёшь, тем больше ещё разных мыслей, идей и всего этого к тебе приходит. Это такой бесконечный абсолютно процесс. И я очень стараюсь не быть шаблонной, очень стараюсь всё время в себя новое вливать. Даже эти эфиры для меня очень важны. Какие вопросы вы задаёте, как вы чувствуете, как вы думаете. Я всё время общаюсь и наблюдаю за чатами, в которых я веду свои марафоны, клубы. Мне очень важны люди, потому что я занимаюсь изучением вас, я занимаюсь анализом вас, я думаю, становлюсь на ваше место, становлюсь на своё место. Очень много разных проекций выстраиваю и делюсь с вами, по сути, своими мыслями на тему. Вот так это происходит. Как создать такие идеальные партнёрские отношения с мужчиной? Как вообще его привлечь в такую свою жизнь, как это сделали вы? Думаю, как бы вам так ответить, чтобы не сильно долго. Идеальных партнёрских отношений в классическом варианте не существует. Изначально важно, как и ничего в этом мире. Изначально важно ответить себе на вопрос, для меня это какие отношения идеальные? Вот важно ответить себе на этот вопрос достаточно подробно. Для меня лично. Что я хочу чувствовать рядом с этим человеком? Как я хочу себя ощущать рядом с ним? Что я хочу получать от него? И что я готов дать взамен? Это очень серьёзные, глубокие вопросы. Не типа мы встретились, мы друг другу нравимся, нам вместе хорошо, пошли трахаться, рожать детей, поженились, а потом ты скотина. Нет. Вот ответить себе, как взрослые люди, на эти вопросы. Как я хочу себя ощущать? Что мне от моего партнёра надо? Чего я хочу от него? Изначально понять это. И подбирать себе партнёра по-честному, исходя из этих критериев. Если вы хотите купить белые кроссовки в магазине, то вы должны заходить в магазин, где есть кроссовки, и искать белые. Мы часто делаем как? Я хочу себе белые кроссовки, вот такого партнёра, но пока белых я не нашёл, куплю розовые. Ничего страшного, они жмут, они мне не очень нравятся, но пока поживу с этими розовыми кроссовками, а когда найду белые, нет. В отношениях так не работает. Важно понять и быть честным. И просматривая, вступая в какие-то отношения, смотреть, этот партнёр вам нравится или нет. Если он изначально не подходит вам, вот вы видите, что он не ваш, не надо пытаться его переделывать. Это первое правило для хороших отношений. То есть, первое, вы понимаете, кого вы хотите заранее. Второе, вы понимаете, то есть, и хотите не в контексте цвета глаз там и роста. Нет, в контексте отношений. Вот часто говорят, вот что делать, мой мужчина не разрешает мне работать. Или мой мужчина мало зарабатывает. Или мой мужчина, значит, меня ко всем ревнует. Вот эти все вещи нужно заранее ответить себе на эти вопросы. Как вы хотите, чтобы было, чтобы вы гуляли с подружками. Вы изначально с партнёром, знаете, как с собакой, простите, примеряетесь. Вот если вы собаке изначально не сказали, что с вами спать нельзя, а она с вами спит, вы её потом хер сгоните, она будет вас ненавидеть. То же самое и с партнёром. Важно изначально расставить для себя свои собственные понимания и расставить эти границы, увидеть, что в отношениях вы готовы их соблюдать. Это как бы первое правило. Второе, важно чётко обрисовать, что вы в этих отношениях делаете. Понимаете, отношения – это всегда два человека. И у каждого есть своё понимание отношений. Оно у вас не общее. Вот вам важно, когда вы встретились, чуть-чуть принюхались друг к другу, дальше это проговорить. Понять, что ваши взгляды на жизнь, на будущее, на развитие, они хотя бы сейчас совпадают. Это очень и очень важно. И важно понять, вот важный момент, это пункт развития будущего. Как вы видите своё будущее? Я часто сталкиваюсь с таким. Женщина видит будущее, что её муж разбогатеет, значит, там, или они вместе откроют бизнес, а муж видит, что он сейчас работает на этой работе, и он не хочет вообще ничего менять, ему так удобно. И вот они поженились, она ему говорит, ну всё, давай дальше. А он говорит, так у меня тут всё хорошо. Она говорит, нет, это ты тут один был, тебе было хорошо, теперь нас двое, мы должны по-другому. Он говорит, я люблю то, что я делаю. Она говорит, она говорит, ты не будешь теперь ходить ни на рыбалку, ни ездить никуда. Он говорит, я люблю, блядь, рыбалку. Она говорит, нет, ты теперь, и понимаете, и начинаются конфликты. А почему вы об этом не поговорили на берегу, пока вы не сели в эту лодку совместной жизни? Поэтому вот эти вещи важно делать. Что касается моего мужа, у меня получилась история изначально такая, что я села в лодку мужа, которая меня более чем устраивала. Мой муж был богатым, обеспеченным человеком, который меня очень любил, которому я сказала, что я хочу работать, я хочу свой бизнес. Он сказал, с удовольствием, я очень хочу, чтобы моя жена работала, и у нее был свой бизнес. И мы с ним сели в эту лодку и отчалили. А дальше у нас начали происходить пробоины в лодке. И в лодке уже, в море, началось все меняться. Денег там не стало, значит. И мы в этой лодке с ним плыли, у нас был вариант такой, значит, распилить лодку, разойтись, и кто-то из нас выживет. Плыть вдвоем, не разговаривая, и каждый делает что-то свое. Мы пробовали и первый, и второй вариант. Третий вариант наш был такой, давай, раз уж мы в одной лодке сейчас, поговорим. Понятно, что мы друг друга ненавидим, потому что я на тебя обиделась, что ты меня пригласил в одну лодку, а потом в лодке оказалась течь. Ты на меня обиделся, потому что ты пригласил меня, как сильный мужик, а теперь оказался слабым у тебя лодка с течью. Но раз уж мы, блядь, вместе, давай тут поговорим с тобой. И мы с мужем очень много разговаривали. И так получилось, что когда мы начали разговаривать, уже с позиции нуля, и у меня, и у него, мы начали вместе договариваться, значит, раз никому нечего терять, давай будем пробовать вместе. И у нас получилось вместе. И на протяжении 13 лет, которые мы живем вместе, мы имеем общие цели, и нам понравилось вместе плыть. То есть мы типа поняли, что мы можем сделать крутой катамаранчик, мы разобрали с ним роли, и прекрасно плывем. И разные периоды переживаем, тем не менее мы классный дуэт. Но мы классный дуэт по одной причине, у нас всегда совпадают цели. Всегда совпадают цели. У нас нету такого, что, например, в какой-то момент я говорю ему, нет, знаешь, я типа отказываюсь плыть, крутить педали. Нет, мы всегда плывем, поэтому как бы нам вместе классно. Я не знаю, насколько я понятно это объяснила, но я надеюсь, что вы как-нибудь это в состоянии собрать. Интуиция, как она работает. Приходите на рерайтер жизни, я вам так не объясню сейчас. Это долгий достаточно процесс. Допустим, о создании семьи. Почему некоторые семью, а некоторые нет, это о чем-то говорит, это ни о чем не говорит. Это говорит о том, что у каждого из нас есть свои ценности, свой багаж. Вот понимаете, например, у меня нету бриллиантов. У меня есть кольцо с бриллиантами, свадебное, и у меня есть серьги с бриллиантами. Я больше не покупаю бриллианты. У меня есть сумка, например, вот там, которая там стоит 4000 долларов. Вот сумка для меня представляет эту ценность, а кольцо с бриллиантами нет. Когда человек богат, все считают, что у него все должно быть дорогое. Но вы легко встретите миллионеров, которые ходят в H&M и вообще не парятся и не чешутся. У нас есть свое понятие и набор ценностей. И человек, имеющий деньги, люди, имеющие деньги, могут очень по-разному ими распоряжаться. Кто-то будет как елка, обвешан всем дорогим, а кто-то вообще нет. И так далее. Так вот, эти ценности, они есть и в семье. Для кого-то очень важна ценность семьи, как семьи. А кто-то, для него важнее иметь счастливые отношения ровно столько, пока он в них счастлив. И человек не хочет себя скреплять никакими бумажками. Многие говорят, зачем мне отношения, скрепленные всем, если я без этого прекрасно себя чувствую. И правильно говорят. Вот я вам скажу так, что вот сегодня, например, сегодняшняя Оля, если бы у меня я была бы свободна, я бы, скорее всего, замуж не вышла. Я бы входила в отношения в какие-то и легко бы их заканчивала тогда, когда то, что мне в этих отношениях было нужно, заканчивалось бы. Будь это страсть там и так далее. Просто бы заканчивалось. Зачем они мне нужны? Поэтому это вообще ни о чем не говорит. Это говорит только о моменте собственных ценностей. Кто-то хочет, кто-то не хочет. Кто-то уже там был, кто-то наблюдал за своей семьей, в которой он жил и не хочет больше семьи. Это ничего не значит. Так, как не пропускать через себя чужой негатив, если ты очень чувствительный? Ну, приходить на рерайтер и работать. Вопрос ведь не в том, что говорят другие. Вопрос в том, какой вы. Вот вы, надо работать не над чужим негативом, а над собственной чувствительностью. Собственная чувствительность это как раз низкий порог жертвы, я так считаю. Потому что вы себя жалеете, вы хотите другим понравиться, вы воспринимаете то, что говорят другие. Это говорит о том, что у вас не хватает уверенности, у вас не хватает собственного мнения о себе и так далее, и так далее. Это как раз связано непосредственно с вот этим каналом жертвенности. Приходите на рерайтер, будем работать. Я имею в виду, после своей терапии есть ли шанс при насыщении рынка специалистов-психолога стать лучшим. Почему вы задаете мне такой вопрос? Друзья, есть ли у меня шанс стать самым известным, ну, давайте так, коуч мне не нравится, самым известным специалистом в трансформации личности? Да есть. И мне не надо, чтобы вы давали мне ответ. Мало того, я решила, что я им стану. Вопрос вашей решимости, вашей цели, вашего ключика достигаторства. Когда вы задаете такие вопросы, то ответ один – нет. Нет. Потому что у тех, у кого это точно будет, мы такие вопросы не задаем. Если я знаю, что я the best и сделаю всё, чтобы быть лучше, я не буду у вас спрашивать. Моя Ева никогда не спрашивает меня, мама, стану ли я чемпионкой мира? Она утверждает, я стану чемпионкой мира. И вам, Валя, надо работать над тем, чтобы быть уверенной в том, кем вы решили стать. До тех пор, пока вы не приобретёте уверенность, вы не станете. У вас нет шанса. Нет шанса. А вот когда вы примете это решение и точно твёрдо будете знать, что вы этим человеком станете, у вас всё получится. В жизни только так. Если вы в это не верите, у вас не получится. Я на рерайтере узнала много практик и теперь не знаю, за что хвататься первым. Какие практики самые любимые, которые вы же делаете ежедневно? Приходите, пожалуйста, в клуб. Он у нас сегодня стартовал. И там мы как раз занимаемся непосредственно практиками, непосредственно тем, как с этим работать. В рерайтере жизни нашей ключевой целью являлось написание книги. Мы её написали, и я вам рассказала о вещах, как работает дальше с мозгом. Но конкретно всем этим у нас идёт второй класс. Поэтому приходите, я вас всему научу, если вы действительно хотите этому научиться. Если нет, книги в помощь и сами решайте для себя. Так, спасибо. Если я эмоционально настойчивый человек и болезненно реагирую на негативы в равнодушии окружающих, при том, что человек целый и осознанный, а кто вам сказал, что вы целый и осознанный? Вы не целый и неосознанный. Потому что если вы реагируете на критику окружающих, вы жертва. Может быть, вы осознанная жертва, тогда вы должны осознавать, в чём ваша проблема. Понимаете, вот эта история, я осознанный, красивый, любимый, да нет. Вы никакой неосознанный. Если вы болезненно реагируете и считаете на равнодушие окружающих, какой же вы осознанный человек? Вы жертва, которая требует внимания. Вы хотите, чтобы на вас окружающие реагировали так, как вам хочется. Хотите, чтобы они вас замечали, чтобы они вас хвалили, чтобы они обращали на вас внимание, а они, суки, не обращают на ваше внимание, вообще, равнодушие испытывают. Вот гады, я-то осознанный. в чем же вы осознанны вы совершенно неосознанный человек вы маленький ребенок сейчас такой который требует к себе внимание обратите на меня недорогая вам надо или кто вы там мужчина женщина я не знаю простите вам нужно над собой работать в данном случае вы наверняка планируете стать осознанным но планировать и быть это разные вещи у вас сейчас типичный синдром жертвы жертвы вы хотите чтобы вы ищете людей которые на которых вы можете обидеться ищите тех значит от гады они может и не знают что они на на вас должны были отреагировать может я вас должна была похвалить я-то об этом не знаю но вы уже на меня обиделись но я условно говорю да для примера кто-то вас сейчас поддержит обязательно сейчас у нас заиграет такой треугольничек кто-то вас поддержит скажет вот блин ермилова гадина тут же человек осознанную на боли говорит и вот вот эта вся игра заиграет нет вам необходимо с этого выходить первое что вы должны осознать осознать все таки это то что вы находитесь в позиции жертвы никто ничего вам не должен на вас никто не должен поддерживать вас никто не должен за вас радоваться или за вас переживать вы взрослый человек вы взрослый человек и никто ничего вам не должен и вы можете спокойно жить без поддержки или какого-то эмоционального окраса со стороны других людей вы свой главный персонаж в жизни вот и займитесь собой не парень им тем что они что-то должны вам никто ничего не должен не ваша мама не ваши дети никто у вас есть ваша жизнь ваша цель вот и идите к ним пока вы этого не осознаете так что первая ваша часть это осознанность мне пришлось расстаться с мужем он стал гирями на моих ногах теперь счастливы друг без друга навете ким молодцы слушая вас моей жизни многое поменялось хорошую сторону это же прекрасно а если вы еще со мной поработали у вас бы вообще все зашибись было почему вы так интересно apple watch носите вот представляете я такая вообще очень интересная считаете ли вы себя миссионером нет я себя никем не считаю абсолютно после развода мысли мечут а то мне хочется новых отношений а то думаю зачем а если не одно и хорошо дети выросли внуки растут почему такие печали ну это абсолютно нормально но вы можете себе позволить пробовать вы можете себе позволить пробовать ходить на свидание жить заниматься сексом устраивать какие-то себе приключения в жизни вы все можете позволить господи пробуйте смотрите вы ничего никому не должны захотели отношений не захотели отношения замуж там не выходите а в остальном всем живите дайте себе возможность все испробовать это уже очень эмоциональный человек я по 30 раз на день могу кого-то послать нахер просто просто общаясь с человеком с каким-то своим близким другом я его могу легко послать нахер тогда когда он начинает делать какую-то херню потом через пять минут просто сделать вид что этой ситуации не было это нормально мы люди мы эмоционально это же классно я больше всего не люблю ровных людей знаете у которой вот все всегда такие ровные не понимаю как таким быть это нормально не парьтесь этим если бывший опустился до оскорбления и подлости как правильно совести да никак закрыть дверь забанить его да и все просто закрыть дверь мы сегодня с вами живем в прекрасном мире вы можете забанить человека и все и нету проблем я например на любой комментарий от человека который позволяет мне себе меня учить и вы просто баню кто-то говорит вы критику не воспринимайте да мне нахер не нужна ваша критика я даю вам то чем хочу поделиться если вы со мной не согласны есть кнопка отписаться ваше мнение я в данном случае не спрашиваю когда человек ко мне заходит там вчера и пишет мне георгиевскую ленточку значит я повесила ребята у каждого из нас есть свое мнение и по георгиевской ленточки и по россии по украине по войне эти вещи не обсуждаю но это же мой профиль я же не в вашем повесила ну окей поэтому кто-то что-то говорит пожалуйста выходите двери там никто никого не держит я вообще в этом плане очень такая знаете ли спокойненько поэтому то же самое бывший опустился закрыли ему везде шторки до свидания а то о чем он опустился потому что блин правильно что он бывший давайте так как выстраивать отношения с родителями которые не разделяют мои ценности быть взрослым человеком быть взрослым человеком ничего родителям не доказывать ничего жить своей жизнью в своей квартире по своим правилам любить своих родителей и не общаться с ними на эти темы как только родители поднимают какие-то темы просто их пресекать прощаться с ними целовать их и любить все вы взрослые люди у вас могут и должны быть свои взгляды на жизнь и они не всегда совпадают это нормально психолог сделал мужу расшифровку дата рождения сказал что они семейные свободные он ушел кто дурак муж психолог или я муж конечно конечно муж дурак я думаю что скорее всего муж ушел потому что он хотел получить он не дурак я беру свои слова обратно муж хотел уйти и ему необходимо было получить чью-то экспертную поддержку если муж ушел из-за этого значит он не дурак он просто хотел от вас уйти вот и все тут не надо кто никто не дурак просто муж хотел уйти он получил позицию со стороны психолога хотя это для меня конечно большой вопрос я бы вряд ли сказала мужчине что он не семейный ну я бы не взяла на себя такую смелость просто потому что я не считаю что я должна принимать решение за мужчину но он принял это решение потому что ему нужно было это поверьте если бы моему мужу такую сказали он бы рассмеялся прям в яйца психологу тут каждый делает свой выбор наполняет ли женщина мужчину сексуальностью женщина не может наполнить мужчину сексуальностью она может его наполнить через сексуальную энергию и женская энергия немножко другая тема но тем не менее я ее изучала она действительно очень сильная и правду говорят что женщина очень сильно способна той женщина создает мужчину через сексуальную энергию до женщина которая занимается сексом с мужчиной отдает ему часть своей мощной энергии сексуальная сексуальная энергия кстати равноденежной вот а а сексуальностью она его не может наполнить ну это такое судьбу верите нет я верю в то что есть большое варя большое пространство вариантов различных и что бы своими мыслями и соответственно энергетикой притягиваем то о чем мы думаем и чего мы желаем вариантов много одного варианта нет я в этом абсолютно убеждена мы сами создаем зависимости от того во что мы верим и что мы для себя выбираем это становится нашей правдой это уже как бы аксиома чем эффективнее личные консультации или что эффективнее личные консультации или рерайтер я например вообще не беру в личные консультации без рерайтера рерайтер это азбука это то чего вы никогда не знали вот в таком масштабе исполнений и пока вы букварь не выучите я даже не буду с вами книжки читать вот рерайтер я не побоюсь этого слова это гениальный продукт который я создала наверное с помощью каких-то космических подключений потому что все что я даю в рерайтере и как я это даю я сама не знаю как это происходит но тем не менее после рерайтера взгляды на жизнь меняются сто процентов если есть рерайтер вы можете это подтвердить что за клуб у вас и как него попасть у меня есть марафон который называется рерайтер жизни вы можете по ссылке в профиле перейти и почитать об этом марафоне суть марафона заключается в том что мы с вами в течение месяца пишем книгу вашей жизни мы пишем с вами книгу о том какой могла бы быть ваша жизнь не такой как она есть а прописываем ее как жизнь мечты с помощью специальных моих техник медитации вы это пишете и видите создаете свою альтернативную реальность вы находите ответы на вопросы которые возможно никогда себе не задавали в процессе я рассказываю о том каким образом связаны наши мысли и наша реальность каким образом мы создаем свою реальность с помощью своих мыслей с помощью своих убеждений очень подробно и очень легко об этом рассказываю в течение месяца в специальных уроках когда этот месяц заканчивается у вас формируется новая картина мира вы понимаете почему вся ваша жизнь вот которая есть она именно такая как вы ее сделали и вы понимаете как можно теперь это исправить а вот в клубе мы уже изучаем и целенаправленно начинаем заниматься ежедневными ментальными практиками которые перепрограммируют ваш мозг ваше подсознание потому что именно на подсознательном уровне лежат наши программы что такое наши программы это то когда вы например знаете что вы не заработаете много денег вы знаете что у вас что-то не получается вы знаете что жизнь это боль и так далее наши глубинные убеждения которые сформировались у нас за всю нашу жизнь которые являются вот этими нашими страхами блоками короче они сформировали нашу реальность в итоге и мы живем в этой квартире и не понимаем как переехать в другую мы находимся в таких отношениях и не понимаем как создать другие мы работаем на этой работе и не понимаем кто мы кем мы хотим быть мы ни черта не знаем и мы уверены в том что это и есть наша реальность и что есть судьба и нам все предопределено вот я вам это все в голове взрываю и в клубе мы начинаем это уже выкладывать новое мы разбираемся со старым и программируем новые свои установки которые в результате притягивают в нашу жизнь ситуации обстоятельства которые помогают реализовать это все нашей реальности это вкратце в клуб можно попасть только после рерайтера жизни иначе никак рерайтер жизни стартует 1 числа каждого месяца вот следующий поток будет в июне у меня есть ссылка в профиле всегда вы можете перейти посмотреть записаться купить в общем то так есть физический недостаток во внешности всю жизнь комплексу и как перебороть комплекс ну понять что это ваш изюм если вы на физическом уровне сделали все что могли не знаю поменяли прическу сходили к косметологу сделали пластическую операцию все сделали это тогда принять это как часть себя просто понять что вы такая да так произошло идти и полюбить себя такой понять что женщин любят без рук без ног без носов без глаз вы живы в живы это прекрасно если вы косметологически еще не решили этот вопрос поставить себе целью решить это косметологически понять что для вас в крайне важна пластическая операция дама стоит денег значит для вас цель заработать на это то есть и так далее вот в таком формате если мужчина интересен как человек но секс с ним не приносит радость если будущее таких отношений это вам решать это вам решать ну найдите себе другого для секса тогда партнера который будет приносить вам удовольствие только в сексе вопрос то можно по-разному решать вы можете этого бросить вы можете найти кого-то другого для секса решать свои сексуальные вопросы вы можете поработать с этим в теме секса вот сходите к юли гайворонской по консультируетесь к ней на эту тему может быть на прокачает тоже и вас и вашего партнера по-разному и from如果你zza можно решать тут вы делаете выбор как заставить себя поднять попу и начать работать ничего не мотивирует уже но знаю что могу добиться много да не можете вы ничего добиться если вы попу поднять не можете то чего вы добиться можете мечу не можете добиться просто смиритесь галле с тем что вы неудачница к ничерта не можете ну просто смиритесь с этом вы даже не можете жопу поднять, а вы говорите, что могу многого добиться, вы просто пиздежом занимаетесь, сидите тут в эфирах, время свое убиваете, единственное, что вы можете, сидеть в эфирах, сидеть и говорить, что вот я что-то могу, ни хера не можете, смиритесь с этим, просто смиритесь, подумайте о том, какая классная жизнь вас ожидает, где-нибудь там бедненько, ребёночка родители у вас уже есть, можно сидеть, я когда проезжаю, мне в машину стучатся, так знаете, с табличечкой, говорят, помогите, пожалуйста, ребёнку на одежду, ну, ваше будущее такое, если оно вам нравится, если это ваше будущее, наслаждайтесь, и можете на табличке написать, я могла бы многого добиться, но я жопу поднять свою не смогла, наедайте жопу дальше, пусть у вас будет всё прекрасно, это ваша жизнь и ваш выбор, помните о том, что это вы для себя выбрали, вы для себя выбрали, но вам может повезёт, может на вас какая-то болезнь нападёт, которая заставит вас захотеть жить, ну, может быть, знаете, вам придётся собирать деньги, сражаться, как-нибудь там лысой походить, потом, может, вам захочется жить, а сейчас пока, что вам можно сказать, можете добиться многого, можете, понойте ещё. Интересно с вами, да, со мной не соскучишься, можно купить ваш курс, если живу в Германии, мой курс можно купить отовсюду, у меня учатся люди со всего мира, поэтому you are welcome. Наполняет ли свою женщину, так, это мы уже разбирались, как привлечь в свою жизнь деньги, вообще большое спасибо, что вкладываетесь в нас, вот посмотрела на несколько эфиров, мне уже гораздо лучше, хочу купить вход, как достать деньги. Подумайте о том, что вы умеете делать, подумайте о том, куда вы можете устроиться на работу, вот поверьте мне, сумму денег можно заработать, даже если это будет другой труд, можно заработать кассиром, в Макдональдсе, можно заняться какой-то хренью в интернете, рассылать какие-то ссылки. Ребята, деньги сегодня в наш век можно заработать абсолютно по-разному, но нас же как, ага, мало мне платят, ага, не так мне платят, ага, мне надо что-то делать, а как вы думали? Навык зарабатывать деньги, это тоже навык, если вы сегодня ни черта не стоите и не можете себя никак продать, начните с того, чтобы мыть полы. Нужно начать, нужно включиться в эту волну, а у нас только сидят, мне недостаточно платят, в этом государстве не заработать, да вы просто не хотите. Если вы поставите себе такую цель, поверьте, вы найдете работу. Нужно заработать 100-200 долларов, это вообще сегодня не проблема, вообще не проблема, ищите способы, разные, какие найдете. Так, все, все обиделись, да? Я хочу вам всем сказать такую простую вещь, я знаю, что многие говорят, господи, как это агрессивно звучит, как ужасно, но вы делаете ужасные вещи, вы свою жизнь топите, понимаете? Когда вы ничего не делаете, когда вы говорите и задаете вопросы уровня, как мне поднять свою жопу, ребята, ну о чем вы говорите, как вы можете такое говорить? Ну это же стрём, вам дана жизнь, жизнь на планете. Вы пришли в этот мир, у вас есть руки, ноги, вы здоровые, в мире так много всего классного, дорогие машины, яхты, потрясающие уголки мира, которые хочется посмотреть, красивая одежда, развитие ваших детей, создание чего-то нового. Илон Маск, блин, вкладывает деньги для того, чтобы люди, значит, там в космос летали, машины, беспилотники, электромобили. Все хотят развивать мир, а ты такой сидишь, значит, я не могу, но чувствую, что я, значит, многое способен. Да ни на что вы не способны. Будьте, наконец-то, реалистами и скажите себе, сейчас, сейчас мне нужно не говорить о том, что я на многое способен, а просто поднять жопу, просто поставить себе цель, наконец-то, заработать хотя бы штукарь баксов или 100 долларов, хотя бы что-то сделать. Я наблюдала за этими картинами и в своем детстве, когда мой отец говорил, я настолько гениальный, что пока мне не принесут весь мир к ногам, я не встану. И бухал водку, и умер, и сдох, блин, бухой, и не видел своих внучек, и, понимаете, и дочь свою толком не знал. Это отвратительно, это отвратительно. И я не хочу, чтобы вы сидели и рассказывали о том, какие вы гениальные, чувствуете свой потенциал. Да нет, у вас сейчас никакого потенциала, уберите этот потенциал и скажите себе, я сейчас встану, и моя первая цель такая, поставьте себе маленькую цель пиздюлину и сделайте ее маленькую. Не рассказывайте о том, какие вы гениальные, сделайте один шаг, а потом еще один шаг, а потом еще один шаг, а потом еще один шаг, и тогда вы будете расти. А вот в этих всех ваших разговорах о том, какие вы гениальны, и какой у вас потенциал, только сейчас вы ни черта не можете сделать, вранье, хватит себе врать, хватит себе врать. Мне врать? Да врите на здоровье, это же я живу своей жизнью, это у меня-то все зашибись, мне можете рассказывать о том, что у вас великий потенциал, рассказывайте, на здоровье. Но в вашей жизни ни черта не изменится, ни черта, пока вы не примете решение это делать. Поэтому поднимайте свои попы, приходите ко мне на рерайтер, я прочищу вам мозг, вам будет не всегда приятно, но вы увидите другую реальность. Кто был на рерайтере, чешите в клуб, то, что вы сейчас думаете о том, что вы, блин, гениальны и познали жизнь, нет, вы сейчас войдете в реальность, опять свои проблемы, и будете собираться, будете говорить, еще чуть-чуть, и я начну новую жизнь, еще чуть-чуть, и я начну это делать. А пока я тут в реальности решаю свои проблемы. Не существует никаких проблем, существуют только задачи. Каждый день я делаю шаг для достижения своих целей, каждый день я делаю что-то, чтобы стать лучше. Вы думаете, мне не бывает лень? Бывает. Вы думаете, я прям всегда такая горю? Нет. Но я всегда знаю, чего я хочу, и я каждый день работаю над своим потенциалом. Я не буду вам рассказывать, какой у меня потенциал, потому что я человек действия, я делаю шаг каждый день. Я каждый день, главное, побеждаю себя. И мне не нужна мотивация, мне не нужно, чтобы вы меня хвалили, мне не нужно, чтобы вы мне говорили, что у меня большой потенциал или маленький. Я сама знаю, какой у меня потенциал, и я доказываю это делом. И это очень-очень важно, очень важно. Каждый день, шаг за шагом, приходите ко мне в рерайтер. Месяц со мной будет веселый. Если вы каждый день будете делать то, что я вам говорю, я вам обещаю, что ваш мозг сдвинется. Я вам обещаю, что вы начнете покидать свою капсулу жертвы, вы перестанете кого-то обвинять, вы перестанете нуждаться в поддержке, вам перестанет казаться, что все должны вас поддержать, и только потому, что они этого не делают, у вас не получится. Вы поверите и поймете, кто вы. Вы осознаете свои желания, свои собственные. Вы, может быть, впервые на них ответите. Вы поймете, что в первую очередь вы не жена и не муж, не мать и не отец, не ребёнок чей-то. Вы – это вы. И у вас, оказывается, есть свои собственные желания, своё собственное понимание, что такое любовь, что такое секс, что такое брак. Вы, может быть, ответите себе на вопрос, вы вообще какой секс хотите, с кем вы его хотите. Вообще хотите этих отношений или не хотите? Вам нужны эти дети или не нужны вам эти дети? Да, так не принято говорить, но, мать твою, а если я так думаю, а если я так хочу, не нужно скрываться от себя. Уже мы ушли от тех времён, когда нужно мыслить шаблонно, стереотипно. Нет, ты можешь оказаться другим, совсем другим. Совсем другим. Я очень хочу, чтобы каждый человек проснулся. Мой муж говорит, что мир перевернётся, если каждый станет настоящим. Я думаю, что на моём веку каждый не станет. Но если я смогу помочь хотя бы 5% населения Земли проснуться и начать жить по-другому, без шаблонов, без прогнозов с телевизора, судьбы и слов гадалок и цыганок, я буду очень счастлива. Поэтому подумайте о том, что я сказала. Я заканчиваю прекрасный эфир. Я вам благодарна. Ссылка на рерайтер жизни всегда висит в моём профиле. Приходите, познакомьтесь. Я вас очень попрошу, как всегда, написать несколько слов об этом эфире в комментариях, потому что для меня это важно. Ещё раз говорю о том, что я никогда не имею цель никого лично обидеть или оскорбить, но иногда вам очень нужно услышать правду. Потому что когда вас хвалят, поддерживают и говорят, что ты всё сможешь, ты такой молодец, ты закрываешь эфир и ни черта не делаешь. А когда тебе говорят правду, и ты понимаешь, что это правда, иногда это может серьёзно изменить весь ход событий в жизни конкретного человека. И я очень надеюсь, что на этом эфире хотя бы у одного человека что-то действительно кардинально изменится. Всем спасибо!